Уважаемые коллеги, в этом году у вас также есть возможность выбрать, по каким учебникам будут учиться ваши ученики. Конкурс учебников уже начался, и вскоре вы будете осуществлять выбор учебно-методического обеспечения для своей школы. Издательская группа «Основа» в этом году работает на четырьмя учебниками, в том числе и по русскому языку. Предлагаем вам узнать больше об учебнике и оценить его. Результаты экспертной оценки ждем уже в начале марта. Если наш учебник будет рекомендован Министерством образования и науки, вы сможете за него проголосовать. Что же внутри учебника? Компетентностный подход. Уччены основные требования Министерства, изложенные в новой концепции среднего образования. В учебнике реализованы все ведущие и педагогические функции – информационная, развивающая, воспитательная, мотивационная. Подача материала соответствует всем требованиям современности. Умения и навыки. Разнообразные упражнения и задания направлены на совершенствование основных коммуникативных умений – чтение, слушание, говорение и письма. Учебный материал изложен с учетом возрастных особенностей учащихся, с опорой на украинский язык, использование межязыковых сопоставлений. Параграф повторяет структуру урока, мотивация, схема, таблица, алгоритм или небольшой информационный текст. Основная часть. Новый материал. Подведение итогов. Вопросы, таблицы, схемы, дидактические игры и другое. К учебнику разработаны книгу для учителя в формате серии «Мой конспект». Небесплатное интерактивное приложение, которое позволяет провести экспресс-контроль знаний учащихся. В чем особенности интерактивного приложения? Мы предоставляем учителю возможность ввести статистику по ответам учеников. Задания дополнены графическим, видео, аудио и флеш-сопровождением, если в этом есть необходимость. Прохождение онлайн-теста возможно как на стационарном компьютере, так и на устройствах персональной электроники, таких как планшеты и смартфоны. Мы не ограничиваемся стандартными тестами, в которых один или несколько правильных ответов. Среди вариантов заданий вы найдете такие, как Хронология. Расставить элементы в соответствующем порядке. Соответствие. Найти элементы из колонки А в соответствии из колонки Б. Выпадающие в списки. Интерактивные картинки и многое другое. Онлайн-тесты дополняют возможность проверки знаний учащихся в интерактивном режиме. Почему стоит выбрать нас? Издательская группа «Основа» – выбор учителей в течение 15 лет. Лидер на рынке педагогической прессы и учебно-методической литературы. Мы обеспечиваем учителей необходимой методической литературой, гарантируем качество и содержательность наших материалов. Предоставляем полную информационную и методическую поддержку. Гарантируем доставку в каждую школу. Учебник на 100% практичный, современный, актуальный. С ним удобно будет работать и учителю, и ученику. Конечно, чтобы выбрать учебник, вам нужно посмотреть оригинал макет. Макеты могут быть доступны в марте на нашем сайте или на сайте репозитория. Напоминаем, что все необходимые ссылки вы можете найти под этим видео в описании. Если у вас возникли вопросы, звоните в издательство по телефону 057-731-9635. Или по телефону горячей линии 0800-505-212. Бесплатно с мобильных и стационарных телефонов Украины. Также присылайте свои вопросы на электронный адрес. основа.ком.ua.gmail.com Спасибо за внимание. Ваш выбор очень важен. Ведь вы выбираете, по какому учебнику будете работать со своими учениками. Выбирайте лучшие издания для себя. Подписывайтесь на наш канал. здравствуйте уважаемые коллеги меня все хорошо видят все хорошо слышат поставьте пожалуйста в чате плюсики если у нас с вами есть и хорошая слышимость и хорошая видимость вижу вижу спасибо так пока мало плюсиков у нас так людмила добавилась рассохина спасибо ну будем пунктуальными начинаем рада приветствовать сегодня своих коллег из херсонной вильницы и всех тех кто и соединился к нам на первом слайде вы видите тему нашей сегодняшней с вами встречи патриотическое воспитание на уроках русского языка тема актуальная и достаточно серьезная и поэтому требует от нас с вами учителей русского языка такого же серьезного подхода к ним позвольте вам представиться и филова галина единина учителя узкого языка и зарубежной литературы живу я маленьком городке купенск харьковской области перед вами на слайде обложки некоторых учебно-методических пособий для учителей возможно вы ими пользуетесь было бы очень приятно если эти пособия приносили бы вам удовлетворение и помогали вашей работе также вы видите обложки учебников которые участвовали в конкурсе учебников это учебник зарубежной литературы для восьмого класса он победил в конкурсе 2016 года и еще два учебника этого года 2017 это зарубежная литература девятый класс и учебник русского языка тоже девятый класс для классов которые начинают изучать русский язык с пятого класса вы видите что все эти учебники прошли конкурс получили гриф министерства и теперь осталось только пройти этап голосования также томир чернигов спасибо тихо плохой звук попробую погромче и так патриотическое воспитание позвольте немножечко несколько слов сказать о том как я понимаю патриотизм что это такое патриотизм мне кажется патриотизм это понятие очень многогранное патриотизм это определенные ему эмоции чувства это определенная ответственность за то что происходит в своей стране это любовь проникновенная и бескорыстная вы сейчас видите на слайде высказывание известного украинского педагога новатора василия александровича сухомлинского патриотическое воспитание это сфера духовной жизни которая проникает во все что познает делает к чему стремится что любит и ненавидит человек который формируется согласитесь очень емкие слова и они полностью отражают понятие патриотизма но так как мы с вами учителя все им разумное доброе вечное то конечно же мы будем стремиться чтобы наши дети будущие патриоты своей страны только воспитывались в любви уж чувство ненависти мы никак не будем у них формировать помните знакомые всем слова слова можно убить слово можно спасти слово можно полки за собой повести поэтому язык речь слова являются могучими воспитательными средствами которые способны возвысить человека в его собственных глазах утвердить его патриотическое сознание и гражданское достоинство и открыть его сердце неисчерпаемые источники любви к своим предкам и к истории своей страны так как большинство жителей украины проживают в условиях двуязычия то основная цель обучения русскому языку в украинской школе это формирование национально сознательной языковой личности с богатым духовным миром с целостными мировоззренческими представлениями то есть нам с вами доверено формировать нового гражданина украины и его мировоззренческие представления структура нашей программы по русскому языку представлена четырьмя линиями это речевая языковая социокультурная и деятельностная сегодня мы коснемся одной из этой линии социокультурной ведь именно она является средством освоения национальных общечеловеческих культурных и духовных ценностей и норм а эти нормы и ценности свою очередь регулирует отношения между поколениями нациями способствует эстетическому и нравственно-этическому развитию личности и как конечный результат формирует чувство патриотизма каковы же основные направления патриотического воспитания на уроках русского языка вот вы видите на слайде красивых девушку юношу улыбающихся счастливых нарядных стройных и именно такую модель мы с вами получим если будем работать в следующих направлениях будем воспитывать любовь к родному краю культурному наследию своего народа будем формировать у подрастающего поколения уважение государственной символики своего государства будем воспитывать гордость за свой народ и будем воспитывать почитание героев украины ну и немаловажный последний пункт этого направления толерантное отношение к представителям других национальностей кровесникам родителям и всем другим людям которые нас окружают спасибо видим кривой рог присоединился хорошо знания только тогда приносят свой результат когда эти полученные знания пережиты пропущены через себя ребенком и тогда у ребенка возникает необходимость действо отсюда вытекают компоненты национально-патриотического воспитания их три познавательный эмоционально чувственным и 3 итоговый деятельность немножко подробнее остановимся на каждом из этих компонентов итак первый компонент познавательный что же он предусматривает и как его можно реализовать на уроках русского языка он предусматривает формирование уточнения знаний об истории украины государственных символов знакомит с традициями обычаями своего народа и помогает нашим детям осознать место государства их государства мировом сообществе реализовать мы можем это с помощью следующих пунктов которые вы видите на слайде справа с помощью дидактического материала о нем чуть позже более подробно поговорим выясним какой же должен быть материал на уроках какие упражнения практические и какие требования предъявляются дидактическому материалу и так полученные знания ребенок пропускает через себя он осознает свои чувства и отношения к малой родине и ко всей стране осознает свое отношение к отечественной истории и национально-культурной жизни украины и когда он это все осознал когда он понял у ребенка возникает необходимость выразить эти чувства и поэтому мы формируем у них коммуникативные умения это реализация эмоционально чувственного компонента на уроке русского языка ну и наконец третий компонент когда получены знания через себя пропущены теперь пришло время действовать деятельностный компонент предполагает формирование умений и навыков действовать в соответствии со своими патриотическими убеждениями он предполагает формирование умений отстаивать свои взгляды делать осознанный выбор в жизни своего государства и реализовать мы можем деятельностная деятельностный компонент с помощью развития мышления и развития речи я говорила вот несколько минут назад что огромные требования предъявляются как бы подбору дидактического материала формировать чувство патриотизма нужно на наших уроках не от случая к случаю а систематически и на уроках развития речи и на уроках изучения любой языковой темы огромными возможностями для этого обладает текст ведь именно он является основой создания на уроках развивающей речевой среды именно текст является основным компонентом структуры учебника и по русскому и по украинскому языкам и именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе коммуникативная образовательная развивающая и воспитательная ну и как компонент воспитательной цели как составляющая это воспитание чувство патриотизма требования к подбору текстов и дидактическому материалу таковы тексты должны быть интересны с точки зрения архографии они должны быть различны по лексике стилем и типом речи и должны быть направлены на духовно-нравственное развитие от личности но чуть позже примеры образцы таких текстов я попробую вам показать так как текстов очень много чтобы как-то систематизировать а мы с коллегами выработали несколько направлений вы видите четыре направления по воспитанию патриотизма на уроках русского языка с помощью текстов первое направление я и родина потом я и национальная культура я искусство и наконец я как личность какова может быть тематика текстов каждому из этих направлений вы видите справа на слайде но я думаю тут дополнительной моей информации никакой не требуется и комментариев вы все это видите на презентации итак от теории от первого теоретического блока перейдем с вами к практике тема лексикология наши дети изучают и лексикологии в пятом и в шестом классах так вот при изучении лексикологии можно предложить вот такое задание вы видите на слайде текст на украинском языке текст достаточно объемный дети его читают осмысливают и выполняют перевод если особенности класса позволяют класс сильный то можно выполнить полностью перевод этого текста если же класс более слабый то тогда можно ограничиться только двумя первыми абзацами текст посвящен вы видите традициям украинцев украинским казакам и этот текст нужно прочитать перевести и выполнить задание к тексту а задание к тексту мы предлагаем такие просим детей рассказать что они знают об украинском казачестве его роли в истории украины кого же из казаков исторических личностей они знают и кто из них изображен на картине репина вот посмотрите здесь эта картина репродукция картины затем уж коли нас тема лексикология просим их определить лексическое значение слов этикетка живой дипломатически и так далее и подобрать синонимы или антонимы к некоторым словам это второй блок вопросов первый блок вы обратили внимание посвящен межпредметным связям и выявлению о каков же кругозор наших детей ну и третий блок вопросов это элементы начала комплексного анализа текста просим детей определить тему главную мысль стиль речи аргументировать свое мнение и выяснить какие типы речи сочетаются в тексте после этого текста опять же при изучении лексикологии тема устаревшие слова и неологизма можно предложить выполнить творческое задание представьте что машина времени перенесла вас запорожскую сечь это дала вам возможность рассказать нашим предкам о жизни современных украинцев составьте высказывания на тему мое путешествие в эпоху древности своем рассказе нужно использовать устаревшие слова и неологизма вот такое творческое задание обратите внимание на фото этого слайда современные казачата кстати творческие работы детей нужно обязательно прослушать на уроке и не забыть сказать нашим детям что такие качества украинских казаков запорожских казаков как смекалка храбрость чувство юмора присущий нам с вами их потомкам следующая тема и на прилагательная как часть речи как же при изучении неприлагательного можно формировать чувство патриотизма вот уже предлагаем тексту народной архитектуры украины помните направление наших текстов это направление я и искусство текст на украинском языке дети его читают выполняют перевод выписывают имена прилагательные и определяют их разряд род число и падеж вы обратили внимание что тексты разнообразные и по типам речи и по стилям речи еще один текст который можно применить при изучении имени числительного этот это задание уже с элементами лингвистического эксперимента текст на украинском языке об истории украины вы видите здесь много дат то есть имен числительных мы просим детей выполнить перевод текста определить разряд и синтаксическую роль числительных и сравнить написание сложных порядковых числительных в русском и украинском языках ну а в качестве домашнего задания можно предложить такое подготовьте сообщение письменное на одну из тем 7 чудес украины или 7 чудес родного края конечно же в творческой работе нужно использовать как можно больше порядковых имен числительных еще один текст который можно использовать при изучении числительного интересный текст познавательный текст текст а юрий михайлович и катермаке в нашем знаменитом украинце он известен у нас на родине как юрий драгобыч в 31 год юрий драгобыч стал ректором болонского университета и по некоторым данным он писал астрологические прогнозы для папы русского вот такой украинец был задание такое к этому тексту перевести определить разряд и синтаксическую роль числительных и сравнить написание числительных в русском и украинском языках если учитель подходит творчески к подбору дидактического материала то можно использовать фрагменты текстов из периодической печати с различных интернет-сайтов и тогда учитель становится уже соавтором текста автором составителем в нашей программе по русскому языку очень много уроков развития речи в девятом классе изучается такая тема как составление заявления или автобиографии сейчас вы видите условное обозначение рубрики расширяем кругозор мы с коллегами часто на своих уроках используем эту рубрику так вот в данном случае при изучении темы что такое автобиография как ее писать можно предложить вот такой вид работы познакомить учащихся с яной александровной клочковой заочно познакомить рассказать им о том что это украинская плавчиха четырехкратная олимпийская чемпионка самая титулованная спортсменка украины и в 2010 году я на клочкова презентовала уникальнейший проект автобиографическую книгу сила океана книга состоит из двух частей достаточно интересно можно проанонсировать детям эту книгу пусть они почитают испытают чувство гордости за нашу современницу землячку и думаю прочитав эту книгу они научатся более смело идти вперед и побеждать обратите внимание на эту тему тоже 9 класс программа начала изучения русского языка с 5 класса казалось бы сухая тема и уж с патриотизмом никак нельзя связать оказывается можно значение употребление правописания частиц опять предлагаем текст на украинском языке нашим девятиклассникам и просим их провести лингвистический эксперимент текст нужно прочитать и определить границы предложения затем перевести текст украинского языка на русский и выполнить задание задание вы видите здесь на слайде а вот и лингвистический эксперимент будет заключаться в следующем перескажите текст дополнив его подходящими по смыслу частицами сделайте вывод об употреблении частиц в русском и украинском языках еще один урок развития речи например устный пересказ текста в различных стиле и типах речи при изучении этой темы можно предложить текст о нашей знаменитой украинке соломии крушельницкой на этот раз текст на русском языке возможно он покажется вам слишком объемным но для девятиклассников он вполне уже по количеству слов приемлем поэтому я думаю дети успешно справятся с этим текстом осмыслят его и выполнять следующие задания определят типы стиль речи тему микротемы расскажут что они сами знают о соломии крушельницкой возможно из уроков литературы истории из каких-либо телепередач и затем устно перескажут текст дополнив свой пересказ дополнительной информации о соломии крушельницкой таким образом и получится или творческий пересказ или сочинение с дополнительной собственной информацией еще одна тема изучаемая по программе 9 класса это побудительно-волевая информация прямо не выраженная текст здесь мы предлагаем вновь текст на украинском языке отрывок довженка дети текст читают переводят и выполняют задание вот какое может быть задание опять рубрика расширяем кругозор обратите внимание просим детей вспомнить что же они знают об александре петровича довженко и затем непосредственно вопросы посвященные анализу текста а рубрика расширяем кругозор помогает нашим детям более близко познакомиться с александром петровичем довженко мы им рассказываем о том что это украинский кинорежиссер писатель драматург что патриотизмом от первой до последней строчки проникнута его киноповесть зачарованная десна а с 1957 года киевская киностудия и носит имя довженко с 2004 года проводятся ежегодные всеукраинские молодежные кинофестивали на волнах очарованной десны отзыв о произведении искусства всем нам свойственно делиться своими ощущениями впечатлениями о том что мы прочитали или увидели или услышали так вот на уроке русского языка в девятом классе мы формируем у детей как правильно писать отзыв о произведении искусства здесь можно предложить текст по тарасе григорьевича шевченко казалось бы личность настолько известно что мы о нем уже все знаем но возможно не все дети знают о том что кроме того что шевченко был гениальнейшим украинским поэтом он еще был не менее гениальным украинским художником и создал альбом под названием живописная украина альбом этот состоит из серии рисунков так называемых афортов даем понятие что такое афорты даем понятие объясняем значение слов что такое гравюра графика показываем образцы афортов и просим по одному из них по этому рисунку составить отзыв письменный отзыв вот перед вами два рисуночка два афорта но тараса григорьевича шевченко в киеве и сказка можно предложить и другие рисунки здесь и избирательно все зависит от творческого подхода учителя при подготовке к уроку еще один текст о белье ефимовича репина это наш харьковчанин родился недалеко от харькова в городе чугуеве с украиной илья репин связан не только происхождением но и чувственно поэтому во многих полотнах репина украинская стихия блещет всеми своими красками это картины украинская крестьянка запорожцы пишут письмо турецкому султану гайдамака и многие многие другие произведения илья ефимовича репина предложить задание после этого текста мы можем такое выяснить что дети знают о художнике репина что они нового узнали из прочитанного текста затем предлагаем рассмотреть репродукции картин репина в данном случае вот украинская хата или вечерницы составить устный отзыв об одной из этих картин используя сформулированные требования к написанию отзыва еще одна языковая тема которая посвящена изучению сложно сочиненных предложений и мы можем связать эту тему и воспитывать чувство патриотизма у наших детей рассказав им о екатерине васильевне белокур это мастер украинской народной декоративной живописи мы предлагаем им рассмотреть два ее натюрморта это пионы натюрморт картина и не забываем упомянуть о том что павло пикассо считал если бы во франции была такая женщина как екатерина белокур мы бы заставили весь мир говорить о нем вот такая знаменитая землячка ну а теперь внимание розыгрыш сейчас на следующем слайде вы увидите высказывание на украинском языке и мне бы хотелось чтобы вы с помощью одной фразы с помощью словосочетания одного написали здесь в чате где мы можем применить эти высказывания при изучении какой темы курса русского языка и так пожалуйста кто у нас будет первым получает приз разыгрывается у нас сегодня электронная подписка на журнал русский язык и литература в школах украины и так пожалуйста у нас тема патриотизма поэтому вы видите высказывание сосюры и высказывания панаса мирного скажите пожалуйста при изучении какой темы курса русского курса русского языка нужно использовать данные цитаты так так хотелось бы в чате увидеть ваши ответы пока еще читаете вникаете да обратите внимание на первую цитату по моему там подсказка уже в самой цитате содержится подсказываю восьмой класс синтаксис более конкретно кто-то может сейчас ответить при изучении какой темы курса русского языка можно использовать и высказывания владимира сосюры и высказывания панаса мирного правильно изучение однородных членов предложения ирина мироненко у нас победитель оставьте пожалуйста изучайте свои координаты свою электронную почту и с вами свяжется представитель нашей дистанционной академии спасибо итак воспитание чувства патриотизма какой же может быть ожидаемый результат если мы будем использовать на своих уроках целенаправленно систематически разнообразные тексты посвященные украине посвященные ее истории культуре и нашим знаменитым землякам в таком случае мы можем ожидать вот такой результат мы получим сформированную целостную личность самостоятельную творческую которая реализует свои потенциальные возможности на благо нашей украины и вот тогда мы получим с вами такую модель выпускника образованный воспитанный интеллигентный человек будущего гражданин патриот семья пользуясь случаем хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на учебник русского языка для девятого класса как я уже сказала этот учебник принимает участие во всеукраинском конкурсе прошел экспертизу успешно и многие примеры текстов на национально-патриотическое воспитание взяты именно из этого учебника он с первой до последней странички проникнут чувством патриотизма также мы предлагаем в комплекте к этому учебнику для учителей в помощь планы конспекты урока все уроки русского языка мой конспект а для учеников наша ноу-хау это онлайн тесты для самостоятельной проверки учениками своих знаний здесь вы видите на слайде контакты издательства и контакты спикера мы всегда готовы к диалогу поэтому пишите нам и звоните мы всегда будем рады с вами пообщаться и обменяться крупицами своего опыта ну и чтобы до конца выдержать тему нашего вебинара я обращаюсь с вами словами владимира сосюры любите весну вы видите такие цветы весенние тюльпаны с наступающими всех нас весенними праздниками спасибо за внимание спасибо значит если у вас будет сейчас provして что почему от